Действительно ли все так безоблачно с пенсионной реформой? Обсудим с Оксаной Маркаровой, первым замом министра финансов Украины. Она сегодня гость подробностей недели. Из-за этого, Оксана, спасибо большое. Депутаты, скажите, приняли пока только за основу парламентский вариант, правительственный вариант пенсионной реформы. Кабмин устраивает сроки выполнения этой реформы или нет? Звычайно, термины у нас теперь достаточно стыслые выходят. Мы хотели бы принять ее в целом, однако вдячны, что 282 депутаты проголосовали за основу. Я напоминаю, что еще полгода тому много кто сказали, что это вообще не возможно. Ну да, хватались за сердце. Помните, какие были жаркие баталии даже у нас на ток-шоу. Дедлайн какой-то есть по пенсионной реформе? Что я имею в виду? Миллионам пенсионеров уже пообещали повышение пенсии с 1 октября. Так, и мы впевнены... Есть риск, что этого не произойдет? Нет, я уверена, что нам удастся до середины вересня проголосовать все-таки закон в целом. Он действительно опрацованный достаточно грунтовно, поэтому до середины вересня мы, я надеюсь, его проголосуем. И с 1 октября мы запустим как реформу, так и подвищение пенсии. Ну, Оксана, вы знаете, это нужно быть таким большим оптимистом, чтобы поверить, что наши депутаты, придя на новую сессию, сразу так вот подумают о народе и прислушаются к правительству, проголосуют во втором чтении. Они займутся, как всегда, утряской, усушкой, договоренностями. Ну, посмотрим, посмотрим. Но, если депутаты все будет хорошо, все-таки проголосуют за пенсионную реформу. Давайте прогнозы, давайте цифры. Сколько будут получать украинские пенсионеры уже к Новому году? Значит, это подвищение, которое будет с 1 октября, оно, на самом деле, действительно, торкнется практически 9 миллионов пенсионеров. И, если говорить про среднюю пенсию, то средняя пенсия увеличится до 2300, однако, я думаю, что глядачам интересна не средняя, а их конкретные пенсии. Поэтому, скажем так, близко миллиона людей получают плюс 200 гривен. Здесь это случай, когда можно грузить цифрами. Да, 1 миллион 200 отримают от 200 до 50, это добавка до пенсии будет. Еще 2 миллиона отримают от 500 до 1000, и трошки больше 1 миллиона отримают больше, чем 1 тысяча доплаты. То есть это будет достаточно существенное подвищение пенсии. Раньше говорили о том, что Рева, в частности, говорил, министр соцполитики, что повышение будет неоднократным, а дальше будут повышения. Какие сроки между этими повышениями? Раз в три месяца, раз в полгода, и на какие суммы? Вот, смотрите, это ключевое отличие реформы, что кроме осуществления пенсии, которую мы проводим с 1 жевтя, реформа закладывает также постоянную индексацию щорячно в зависимости от инфляции, в зависимости от средней зарплаты. Поэтому не под выборы, не захотели, не захотели, а запускается автоматичный механизм постоянного перерахунка пенсии. Следующий вопрос, как изменится жизнь, в какую сторону еще одной группы социально незасвященных украинцев. Мне очень много пишут наших телезрителей. Вот я хочу выполнить одну просьбу. Мне вчера буквально написал один наш зритель со второй группой инвалидности пожизненно из детства. Человек не может разобраться, изменится ли его пенсия. Сейчас он получает, пишет, 1342 гривны. Конечно, хочется отдельно переломать руки тем, кто ему такую пенсию назначил, но все-таки после пенсионной реформы эта цифра изменится? Безумовно. Этой информации недостаточно, чтобы сказать точную цифру, однако все наши граждане, которые получают пенсию по инвалидности, мы также предпочиваем перерахунок. Ну примерно. Это существенное будет повышение или не очень? Ну, я сподіваю, что это будет среднее, среднее подвижение, что это не минимальное будет подвижение из тех, которые я назвала. Ну, не готова сейчас сказать точную цифру. Хорошо. Ну, тогда, наверное, мы ответим на этот вопрос в следующих сюжетах, в подробности, скорее всего. Что будет с дефицитом пенсионного фонда? Сейчас называется страшная сумма 140 миллиардов гривен, если не больше. Возможно, последние расчеты показывают еще большую дыру. Не, не, 141 миллиард – это... За какой срок этот дефицит может будет существенно сократить? Значит, смотрите, если бы мы не делали реформу, то в наступном году эта цифра взросла бы еще на 30 миллиардов, поэтому она была бы еще страшнейшой. Реформа позволит нам наступные три года остановиться на 140 миллиардов. То есть мы не будем увеличивать. А все, что реформа нам дает, будет отправлено от увеличения пенсий. А за 7 лет мы выйдем полностью в сбалансированный пенсийный фонд. Ну вот смотрите, Оксана, пока все, что вы рассказываете, в принципе, я думаю, пенсионерам, которые нас смотрят, должно понравиться. Все-таки лишние деньги для них, понятное дело, лишними никогда не будут, они сейчас на грани выживания. Давайте, как это может напугать работающих людей, за счет кого и наполняется на сегодняшний день, да, пенсионный фонд. Будем ли мы работать больше по итогу? И будет ли сейчас бизнес платить больше? Ни, мы не будем поднимать ни ставку ЕСВ, бизнесу не треба абсолютно лякаться. Действительно, наша пенсийная реформа, в первую очередь, спрямована на людину, яка працюет. Той, кто працюет, той, кто делает много внесок, той должен потом отримать достойную пенсию. Теперь, что для работающих, ну, на самом деле, у нас працюет много людей. Наша проблема не в том, что у нас люди не працуют, а проблема в том, что у нас легальная зайнятность не такая большая. И мы это видели, когда мы увеличили зарплату до 3200. На самом деле, не то, чтобы увеличили, а мы легальную часть зарплаты увеличили. Мы видим, что занятность не падает, мы видим, что бизнесы не закрываются, количество компаний не уменьшается. Однако люди получают действительно больше денег, и пенсийный фонд получает больше внесок. Оксана, спасибо вам огромное. Спасибо еще говорю, потому что очень сложно найти в нашей стране чиновников, которые готовы приходить и отвечать за свою работу. Вы это делаете регулярно. Спасибо вам большое. Оксана Варкарова, замминистра финансов Украины, отвечала на мои вопросы.